Я рад всех приветствовать и сегодня я хочу вам рассказать, друзья, о колясочке, которая меня лично очень приятно впечатлила своим соотношением цена, качество, срок гарантии, комплектации. И, наверное, больше всего меня впечатлила цена в этом всем, потому что за вот эти небольшие деньги после обзора, вот досмотрите до конца, переходите внизу по ссылке на магазин первая коляска First Buggy и посмотрите там эту колясочку, я имею ввиду цену, там увидите. Действительно, вот за эти деньги с трехгодичной гарантией, с такой комплектацией, так хорошо сделанную, колясочку очень сложно найти. Поэтому очень хочу вам рассказать о коляске Labala, или Labala, я не знаю как правильно, Baloney называется колясочка. Это вообще всесезонная коляска, прогулочная, книжечка классическая. Вот, повторюсь, три года производитель дает гарантию, на самом деле сейчас это не так часто встречается. Вот, вес самой коляски 10 килограмм, она при этом при всем еще и не тяжелая. И что мне очень нравится, у нее диапазон регулировки спинки от 100 градусов, он практически 90 градусов, сидячее положение, так как капитанская посадка, многие это любят. До 175, практически полностью мы лежим. Вообще с трех месяцев технически можно ее использовать, но я лично, я рекомендовал бы с полугода использовать колясочку. И до 22 килограмм веса ребенка. Еще из приятности, здесь 56 сантиметров колесная база, то бишь вы везде, в любой проем, проход, везде, в магазинах между рядами поместитесь без проблем. Вот, собственно, это были такие технические вводные данные. Начнем изучать сверху вниз, начнем с ручки. Друзья, мне понравилась ручка толщиной, хорошая качественная эко-кожа перфорированная здесь, выполнена в этом материале очень классно. Вот, из недостатков она не регулируется по высоте. Вот, ни по наклону, ни по высоте, в принципе, никак не регулируется. Опять же, точные данные, характеристики внизу по ссылке посмотрите. Расстояние от ручки до пола, там это есть. У меня 186 сантиметров рост, мне большинство ручек подходит, поэтому вот можете проецировать приблизительно, как будет для вас. Вот, что касается козырька, он здесь огромный, он состоит из 1, 2, 3, 4 и еще дополнительная секция 5. Опять смотровое окошечко с магнитиком, за эти деньги еще магнитик, реально прям интересно сделали. Вот эта секция, вы видите, она на замочке, можно закрывать она даже из закрытой секции, козырек имеется ввиду большой. Вот, что касается ткани, здесь ткань у нас, ну такая классическая, в большинстве колясок используется такой материал, что-то типа плотненькой такой джинсы. Этот материал себя хорошо зарекомендовал на 90% колясках с такой тканью, она износостойкая, она хорошо держит влагу, естественно под проливным дождем он промокнет, вообще без вариантов. Кстати, что касается комплектации, давайте вначале вам скажу, подстаканник вы уже увидели, он есть, антимоскитная сетка будет идти в комплекте, накидка на ножки будет идти в комплекте, фирменный дождевик будет идти в комплекте. И вот этот вот мягкий матрасик, который можно в принципе снять при необходимости, но я бы не снимал, он места не скрадывает, но делает колясочку помягче. Вот такая вот комплектация, друзья. Давайте сразу тогда и посмотрим на сидение, здесь все понятно, пятиточные ремни, мягкие накладочки, бампер тоже выполнен такой же, как уже. И что сейчас редко встречается, это вот эта перемычка между ног у ребенка, естественно она убирается, все без проблем, бамперка, калиточка откидывается, все здорово. Но то, что она есть, эта перемычка, некоторые люди ищут обязательно с перемычкой, на самом деле таких уже днем с огнем не найдешь колясочек, но вот пожалуйста она есть. Из того, что мне не очень нравится, на мой взгляд, здесь немножечко коротковата сидушка, если ребенок очень высокий, то спинки может, если он будет все-таки спать, может чуть-чуть не хватить. Мое предположение, я не утверждаю. Подножечко здесь выполнено в эко-коже, можно легко это все почистить. В общем, как по мне, кроме высоты спинки, здесь она вас, в принципе, всем устроит. Так, где тут у нас та кнопочка, вот тут у нас вот должна быть. Вот они спрятались. По привычке снизу еще кнопку, а здесь по бокам. Так, в принципе, по сидению, друзья, разобрались. Давайте теперь покажу вам, как она регулируется. Здесь у нас нет ремешков, что тоже удивительно. Вот, мы опустили. Можно сделать вот так вот. Проветрить. Здесь кармашек есть. И главное, нет ремешков. Мы просто поднимаем. Раз, положение. Два. Три. Ну да, наверное, все. Три положения здесь есть. Но ребенок спит, мы опустили. Ребенок проснулся, мы подняли. Промежуточные, вот эти, сколько там щелчков, это на самом деле абсолютно не важно. Вот. Теперь давайте посмотрим на шасси, что у нас здесь. А здесь у нас на самом деле все окей, потому что хорошее, хорошо собранное шасси, металлическое. Колеса у нас здесь просто резиновые. С амортизацией по кругу. Спереди и сзади есть амортизация. Сзади. Ну, на самом деле амортизация достаточно упругая. Назвать ее какой-то очень мягкой. У меня язык не поворачивается. Но для нормальной городской коляски вполне себе. Тормоз абсолютно классный. У нас и ставится на тормоз, и снимается сверху, не пачкая обувь. Из особенностей. Мы видим здесь классный, хороший, большой багажник. Багажник действительно очень большой, очень глубокий он по локоть, глубина. Но доступ в него реализован, ну, так себе на самом деле. Если мы откроем вот эту часть, у нас появляется вот такое окошечко. Если не открываем, то вот здесь при поднятой спинке есть небольшое отверстие, скажем так, вот такой вот размер. Но крупного мячик, еще что-то сюда очень тяжело, на самом деле, запихнуть. Куча мелочевки, прям в вагон. Но крупного ничего. Ведерко, не знаю, для песка ребенку играться в песочнице, сюда не засунуть. Вот это вот недостаток. Но опять же вспоминаем цену, комплектацию, характеристики. Это можно ей простить. Так, теперь давайте с вами посмотрим, как она складывается. Чтобы сложить ее, здесь сверху две кнопочки. Нажимаем. Так, сначала спиночку отпустим. И вот таким образом она у нас складывается. В принципе, получается достаточно компактная конструкция, видите. Можно бампер снять, чтобы он не сломался. Если вы, например, полетите отдыхать, я бы его снял. Потому что это достаточно уязвимое место в колясках. И, собственно, можно поберечь коляску, сняв его предварительно. Перед тем, как сдадите у трапа. Так, по большому счету, все, что хотел рассказать, рассказал. Комплектация, ну, прям жирное качество. За эти деньги, ну, просто отличная, друзья. Ей бы чуть помягче амортизацию. Удобный доступ в багажник. И цены этой коляски бы не было. Вот процентов 20 ей сейчас приклеить в стоимости. А то и все 30. И она даже за эти деньги будет выглядеть очень хорошим предложением. Напоминаю, ссылочка внизу, друзья. Пройдите, посмотрите. Убедитесь в том, что цена действительно хорошая. Если обзоре она вам понравилась, можете сразу по ссылке заказать. Можете заказать две коляски. Привезут вам две. Посмотрите какую-то еще одну. И выберите, что вам понравилось. Другую курьер, собственно, увезет. Есть вот такая опция в магазине первая коляска. Ну, а есть вопросы еще остались. Пишите в комментарии, на все отвечу. Ну, а вам хочу, пожалуйста, сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока. Продолжение следует...